всем привет продолжаем играть властелин колец битва воинств на скажу честно я до 31 числа не хотел больше пока что делать видеороликов но чё-то как-то посидел решил что все-таки введу вас в курс дела значит да карта у нас выглядит вот таким образом буквально сегодня мы забрали вот эти две крепости вот под фармили мы кристаллов а тем временем арнор тоже он захватывает даже ангомар он одну территорию захватили у них же там группа есть даже фортов неплохо так ну в общем посмотрим как там будет значит из того что могу показать до сегодня забрал 260 q само собой мне помогли потому что по уровням как бы ну маловат я да еще чтобы брать 260 в соло потому что мы стартовали в пятницу вот забрал я получается вчера во вторник ну фактически несколько часов назад но это было еще вчера вот кстати первая сто тридцатка вот это было вкуснятина конечно вот бы все отчеты были такие на старте чтобы вообще даже не заморачиваться на этих плитках вонючих и вот она получается 260 к 1 отчет балин здесь уже как видите неполный вот такой здесь получился результат до санинта у меня вот такая сейчас я вложился в лонтир пока что сделал палантир 3 звезды не знаю может быть сделаю вместо него зуб там по сути сколько 4 уже будет для злодеев и этих орков надо подумать мне кажется план тир получше будет потом посланцем добил болина и следующий противник дайн ну дайн здесь конечно в странном билде вот такой посланец да потом да 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 я спятил я играю лордцем на вот так кстати у меня лордца дед коробку сделал на воина потому что все таки ну для саурона коробка не знаю у него не так много скиллов на самом деле чтобы ему давать коробку лордца больше вот поэтому решил что ему все-таки получше будет а ну и жестокие крюки само собой здесь сервине ближнего боя и еще я сделал закрытый шлем 5 звезд и покрасил на пятую звезду было четыре крашеных звезды ну так вот общем выглядит 61 тысячу лордц накидал вот смертельное оружие кстати какие предполагал она рассчитывается каждый раз когда лордс наносит урон то есть например титул у нас до выдает три атаки перед каждый из этих трех атак идет расчет вот этого перка я в этом даже не сомневался и все действительно так работает ну лордцы я еще качнул вот 500 мощи я наверное не наберу к сожалению но 400 я думаю да и попробую поиграть им плюс завтра неизвестно что там будет но вроде как разработчики уже анонсировали в дискорде что до скоро открывается пбт все дела вкладку там сделали но они уже два раза переносили и что им помешает еще раз перенести вот поэтому никаких анонсов стрима я не делаю 31 числа если что-то будет по факту тогда сразу запущусь а так вот нет далее в общем-то саурон она и на тот отлетел нормально ну и после этого с помощью санинт я добил большое спасибо белому орку который в общем-то мне помог забрать сегодня я помогу ему это тоже самое сделать да да советы о вот это отличное задание на модар ток да кстати по сути только юсра вроде хотя не всех героев смотрел на юсра дает 10 процентов дополнительного бонусом а дартогу вообще по большому счету в игре нету героев которые должны давать действительно 10 процентов нету ни одного героя варьяга у нас в игре только истерлинги различного рода там из руна из еще откуда-то либо же харадрима так метод в общем с кузницы на днях кстати еще выпала одна тема золотое оружие но это обычный песчаный коготь на расщепление то есть хрена тень которая пойдет на звезды кому-то стволу я не знаю может быть жестким крюка может быть чему-то еще посмотрим посмотрим как там будет да у меня еще украшения потихоньку фиолетовые собираются я хочу сделать себе щит на осаду вот это мне кажется будет интересно надо больше украшений плюс тут трубку еще докрасить вот предметы уважения я коплю у меня 300 карт есть ну под обновление само собой и вот столько репутации все это вместе где-то 2000 карт на матом то есть фактически еще 400 где-то накопить и будет 2 голдовых шмотки в магазине но сейчас жду шлем да иногда чуть-чуть подвисает кстати маму плеер последнее время заметил да сейчас шлем гордости ненужный мне нужен шлем который дает даст мне вернее покраску для вот этого шлема чтобы я мог использовать зегрида эти кто знает что будет дальше зегрида может быть все таки разработчики догадаются убрать ему безумие из титула и все как бы он станет уже играбельным просто здесь вот взять вот этот эффект дебильный забрать можно даже наносимый урон плюс один процент сделать за уровень и не плюс 2 самое главное вот это вот говно убрать ну и в общем то вот такой вот расклад у нас по зло потихоньку строимся развиваемся вот я восстанавливаю казарму после того как я слил получается в 260 вот сейчас это два нанимаю это три потихоньку надо уже в них выходить вот зал еще ставить ну дал я поставлю сегодня сейчас что-то достроиться не что-то казармы ну и в общем то на злом аккаунте на этом пока что все на добром аккаунте честно говоря я несколько дней вообще особо не играл я потерял интерес да у нас тут мордоровцы карта выглядит вот так то есть сначала мы били с варягами потом пришли рунийцы начали захватывать земли мордор вот здесь ну вот она их территория захватили и тоже начали на нас двигаться варяге забрали забрали эрибор отобрали столицу вот так вот да это все выглядит мы в общем то мордоров здесь возле меня тусуется а еще тут эти на гундабад но вроде как пока что мир с гундабадом то есть даже фарты как бы вот ну кому она в 3 фракции когда на нас пошли это конечно было забавно причем как бы уже за рунам по пятам идут варяге то есть они начинают их уже за пятки кусать потому что тут они ну наверное посражались и не знаю не вообще-то нами нас отнимали да но его вернул арнор тут еще он какие-то замесы идут непонятные тут мордор продолжают щемить короче мордоры руна они вообще мордор и рун сами по себе как я понял это союз из двух фракций вот они получается вдвоем пошли на гондор изначально проиграли вроде как ну из-за расположений дару ну далеко подкрепление вот в итоге рун потом что-то обиделся пошел на нас полумертвую тушу так сказать доедать и мордор пришли к ним тоже на помощь и получается вот такой вот зажим получился а теперь гундабад с варягами получается их назад отгоняют вроде так получается он гундабад ой варяге вернее даже до столицы линдона дошли вообще купировали ее не но линдон если они тут и были то линдон отбился вроде бы но ненадолго ненадолго в общем то что у меня тут произошло из недавнего буквально наверно минут 20 назад закончилась элитная тренировка вот этих вот ребят я возьму просто и бахну третью элиту им почему бы и нет сейчас пойдем тестировать на белом гендальфе я заменил шлем там изначально маска же стояла на урон фокусом я потом переделал на безумие а сейчас я поменял вообще на капюшон кстати лесовики довольно дешевые ну к сожалению а надо будет их еще нанимать и нанимать у меня полная казарма да само собой вообще готовился как бы я думал сценарий сезона будет немножко другой нет я не ожидал что гундабад будет на нашей ну то есть стороне то есть как бы заключим союз я вообще этого не ожидал вот так сейчас гендальф одет можно было фейерверк поставить но я решил шкатулку потому что для гендальфа белого честно шкатулка имба намного лучше чем для того же саурона просто потому что оба этих эффекта как бы фокусировал фокусированный урон плюс 9 процентов у гендальфа благодаря вот этому титулу всегда во всех раундах практически есть фокусированный урон а второй эффект после его срабатывания получается рассчитывается белый опять отличие от саурона у которого ничего нет по сути то есть у него просто этот эффект срабатывает и этот и все никаких дополнительных ништяков и рофлов он с этого не получает ставить следуны дайнов но мордор вроде не особо пользуется короче сделаем так и поставлю стражец стадели поставлю немножко защитников у гендальфа серого просто что они могут дать лесовикам все то же самое что дают гендальф белый плюс координатор не работает потому что добивание свое а у гендальфа есть хотя бы титул который увеличит урон лесовиков ну и сам он накидывает урон да кстати я же не поставил я же не поставил можно будет еще кирданом но его надо будет переделывать мне что вот этот билд не особо понравился дайн маловат так а ну стоять в первую очередь само собой добивания нормально лучшим урон ядом не знаю зачем это качнул короче просто инициативу по сути и дополнительно урон ядом ну вот как то так 955 хотя бы ладно на что хватило золото так эти двое есть фалген до фалгена кстати пока переделал вот в такой вид то есть в гибрид в гибрид давайте что-нибудь мажорное поставим а почему бы и нет ну вот как то так ему на там еще и перки хоть и не докрасил вот я кстати поставил гроза бойцов потому что против зла сражаемся у них одни ближники практически ему полезно здесь ничего нету не до железных воинов пока что вот они мордоровцы идут тут мост 29 но он просто сдохнет час понятное дело так подождите-ка у них тут собираются сила на я думаю можно куда-то вот сюда проследовать а потом немножко сражаемся хотя бы для видеоролика я просто мотивации не вижу что в этом сезоне делать даже если бы у гномов было все нормально у меня нет идей больше ну вот лесовики да на гендальфе белом посмотреть это я знаю как работают лесовики я видел много отчетов с ними а больше особо и нечего делать в этом сезоне моя мотивация вся иссякла может быть завтра что-то изменится честно говоря мне даже фалген уже надоел потому что играем с четвертого сезона он меня просто задолбал уже я хочу какого-нибудь ноу гнома в которую я могу перекачаться и вот этот весь шмот дать и поиграть не иронично я думаю даже элрахира сделать ар-5 хотя бы через него поиграть потому что кирдан такой себе к этому дяде я не хочу возвращаться мне надоел то есть хочется чего-то для разнообразия но опять же неизвестно что завтра будет посмотрим там же более подробно будет видно а да 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 кстати тут есть вот такой вот момент неприятный а я думаю как мордор вообще с этой стороны оказывается а тут блин дырявые эти плитки я же помню еще в начале сезона забыла забирал эту сто тридцатую кстати по сроку сезона до 21 день то есть еще 24 дня здесь сидеть нет 34 извиняюсь то есть полтора месяца нет стоп месяца четыре дня где-то короче да еще месяц в любом случае вот этого я думаю можно прихлопнуть да и нам по-быстрому мне нравится мне что он тут стоит надо что-то побыстрее взять но меня нормально чисто быстро проскакать до 2 минуты то есть вот они у них тут форты они потихоньку учат строится new home на пытаются убежать от своих преследователей но за ними же придут за небе сюда придут в любом случае пока тут что у нас он я бы сходил посмотрел но у меня голды нету опять же если там какой-то интересный юнит нету голды да и большинство есть в этом сезоне блин разработчики вот эти вот дыры уберите но это просто бред это даже выглядит как бред ну это просто капец и это не единственное место в игре где вот такая вот бредятина есть гендальф 2 минуты полетели по идее в теории лесовики там должны зарешать сколько у них урон 21 26 неплохо неплохо но если я возьму третью элиту будет 23 28 при том что у них еще и добивание имба еще и инициатива своя кто у них тут стоит интересно посланец но у посланца кстати проблемы с гендальфом белым потому что гендальф белый нифига не саппорт он гибрид это немного другое серьезно на кстати наверное можно будет еще эти поискать отчеты тут форт почти сломали а у меня даже очков кольца нету чтобы ай да и быстро марш еще не взят меня на учения тратил потому что ну и само собой я еще выкупаю эти свитки не выкупаю выфармливаю ну кроме последнего задания на если кто вдруг не понял дают 5 же до 5 заданий ежедневно и 4 из них получается мобов прям дают сходу для выполнения четырех заданий вокруг города постоянно ладно полетели ну давай гендальф удиви меня ничья с массом все таки да но ему гг здесь на 76000 неплохо неплохо учитывая что у меня нету на гландринга 84000 лесовики сделали сейчас быстренько пополнимся я даже наверное активности нашей фракции не особо то улетел ну да я был на 11 месте стал на 13 при том что и ничего не делал это все что вы должны знать об активности моей фракции в принципе это нормально я плюс-минус и хотел в какой-то такой сезон попасть кажется можно лесовиков поболее поставить да у меня ближники все хотя блин сейчас наткнуть на кого-то другого и отлечу просто в помойку ладно я рискнул да вот это надо будет почистить все равно у меня лесовиков на один заход получается больше не будет возьмем т4 возьмем защитников всадников чуть-чуть как-то вот так что ли сделаем будет нормально ну и отправлю ару на очистку можно рыцари с луком взять 23000 часа нормально хватит этого я вообще их брал для того чтобы сделать им восстание 20 ну метку который на 20 процентов получаем урон так что у нас тут какой-то кхал на пополнялся недобитый был бы он полный был бы интересный бой наверно нет он был уничтожил кирдана кому он монастаг блин а там добивание с этой фигней со всей но с другой стороны теперь я буду спокоен то что я избавился такого неприятного момента с румянчик какой-то у них вообще здесь была точка сбора то есть тут все было фортах все красное но гунда бады почистили и вот они спускаются тоже видимо подраться в любом случае ненадолго сейчас еще ореги зайдут не знаю не может быть уже сражаются с с мордором пока нету никаких маркеров которые бы об этом говорили ну в общем какой то вот такой на сезон получается возлагаю на завтра большие надежды но думаю как многие да все таки хочется верить в лучшее гена чё так долго давай речь и можно кстати пока этого подожди а кого я отправил а я ожидая направил блин идти далеко я думал я фалгин отправил их уже путаю короче бывает на арвен от арван меня вообще не интересует ни в каком виде забери 150 тогда уже в принципе так что тут у фалгина ну это понятно на на и далее проблема с год магом как и всегда защиты 52 тысячи полгину от самого мало рагорон отлетел до забавно а подожди он 14 уровня и и мое ну данного на хайант игре уже как бы перестаешь забыл это помните где какие вообще встречаются ребятки такую-то ерунду вы исполняешь ну ладно принципе мне эти кони не нужны были пофиг вообще на них блин ну больно под вырезал там черный змей еще из т4 мордора 23000 слабоват конечно 48 ну качать странный конечно ладно кого-то чет ну конечно же надо блин это а дайм уже все да надо сделать так чтобы отскочил один игрок тут просто капец им на делает опасно опасно надо срочно а кто у меня отступает гендальф у меня лесовики по сути закончились то есть фалги нам посражаться еще можно ну честно желания нет даже менять билд ладно в принципе я думаю что этого достаточно вот такой вот у нас получился видеоролик сколько 20 минут в принципе нормально учитывая что вообще ничего не было вообще ничего не было ближайшие дни что как то так посмотрим завтра если что-то будет интересное то соответственно приходите если будет то будет утром на этом я в принципе с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр до встречи